Найдёныш Найдёныш Хотя это ни на что не повлияло. Дядю Сашу сильно любили и уважали. А теперь сама история, рассказанная тётей Викой после смерти брата. Тётя Вика родилась незадолго до войны в Ленинграде. Когда началась блокада, ей было 6 лет. Далее с её слов от первого лица. Да. Где за нами присматривали 3 женщины. Однажды мы полночи просидели в подвале. Бомбили где-то рядом, но наш дом уцелел. Утром выяснилось, что от нашего детского сада осталась одна воронка. Маме надо было бежать на смену. Тогда за опоздание можно было попасть под суд. С кем оставить меня мама не знала. Решили, что я посижу в квартире одна, а мама на работе узнает, куда определят детей. Мама убежала, велев никуда не выходить, а в случае воздушной тревоги взять заранее приготовленную котомку и спуститься в подвал. Осталась я в квартире одна. Было скучно и немножко страшно. День казался очень длинным. На улице моросил, изредка прекращаясь дождь. Ближе к вечеру я всё чаще и чаще подходила к окну. Отодвинув маскировочное одеяло, я в щелку выглядывала во двор, высматривая, не идёт ли мама. Жили мы в трёхэтажном доме на первом этаже. И вот, выглянув в очередной раз на улицу, я увидела во дворе, напротив нашего окна, женщину. Её вид буквально парализовал меня. Она была как солнышко, как принцесса из сказки. Молодая, красивая, в нарядном платье и в туфлях на каблуках, волосы уложены в красивую прическу. Она стояла и оглядывала двор. Меня так поразил её вид, что я залезла на подоконник между окном и одеялом и прилипла носом к стеклу. Женщина увидела меня, ласково улыбнулась и поманила рукой к себе. Я тут же поспешила во двор, переживая, что женщина уйдёт. Я так хотела рассмотреть её поближе. Женщина дождалась меня. Ласково улыбаясь, она повернулась и пошла со двора, маня меня рукой за собой. Я шла с ней рядом, задрав голову, не видя, куда я ставлю ноги и только восхищённо глядя ей в лицо. Недалеко от нашего дома стоял разрушенный дом. Когда мы поравнялись с домом, женщина указала рукой на небольшую кучу мусора. Я на секунду уставилась на эту кучу, а когда повернулась к женщине, её не было. Я чуть не заплакала от досады, стояла и топталась на месте, высматривая, в какую сторону она ушла. И вдруг боковым зрением увидела, что куча шевельнулась. Страха не было. Подойдя поближе и пнув ногой мусор, я увидела мёртвую старушку, лежащую на спине и смотревшую в небо остановившимся взглядом. Покойников я не боялась. К тому времени я уже видела и более страшные вещи. Стояла и думала, что надо сказать маме, когда она придёт с работы, чтобы вызвали похоронную бригаду. И вдруг вижу, с другой стороны что-то шевельнулось опять. Обойдя труп, я увидела, что к боку старушки прижался маленький мальчик. Он посмотрел на меня и снова закрыл глаза. На вид ему было 2-3 года, хотя тогда все дети выглядели младше. И только когда смотришь в их глаза, казалось, что перед тобой всё повидавший взрослый человек. Мне так жалко стало этого мальчика, что я решила привезти его к себе домой. Я пыталась поставить его на ноги, но он заваливался как куль. Пришлось нести его на руках. Какая же длинная это была дорога. Я видела невдалеке свой дом, но думала, что никогда до него не дойду. Мальчик был очень тяжёлым. Я делала 2-3 шага, положив нож на землю отдыхала, а потом всё заново. Когда мы добрались до квартиры, у меня уже не было сил. Положив ребёнка на пол, я села рядом. Так и просидела и проревела до прихода мамы, только проверяя, дышит ли мальчик. Когда пришла мама, то перенесла мальчика на кровать, выслушала меня и ушла вызывать похоронную бригаду. Позже, когда я уже выросла, мама сказала, что ту старушку убили, ударили чем-то по голове, обчистили труп, забрав все документы и карточки и засыпали мусором. Ребёнка не тронули, или рука не поднялась, или не захотели мараться. Вечером я услышала, как мама разговаривает с соседями, что если малыш ночью не умрёт, то утром надо отвезти его в детский дом. Я устроила истерику маме, что не отдам Сашу. Это я так решила его назвать. И если его заберут, я тут же умру. Мама решила выждать несколько дней, а за это время уговорить меня отдать Сашу. Опустив подробности, скажу, что Саша таки остался у нас. С трудом мама выправила ему метрику и получила на него детскую продовольственную карточку. Саша не помнил, кто он, откуда, сколько ему лет, кто была ему эта старушка. Он вообще до восьми лет не говорил, хотя был очень умным и смышлённым мальчиком. Потом погиб отец на фронте, и к своим карточкам мы стали получать ещё и пенсию за отца. Да и мама приносила заводской столовой баланду, отделяя от себя, чтобы покормить нас с Сашей. А ещё через год нас вывезли на большую землю, и я больше никогда не была в Ленинграде. Я уже стала стара, и многое уже не помню, но я до мельчайших подробностей помню ту женщину. Все морщинки на лице, складки на одежде, как будто это было вчера. Как-то описал её Саше, не сказав, где я её встретила. Саша сказал, что никогда не знал и не видел эту женщину. Пока могла сама ходить в церковь, всегда ставила свечи за упокой двух женщин. Я не знала, как их звали, но думаю, Бог понимал, за кого я молюсь. Так и говорила, за упокой души Сашиной мамы и за упокой души Сашиной бабушки. На даче Это всё произошло этим летом. Мы с подругой отдыхали на даче. Родителей в тот день не было. Весь день был спокойным. А вот когда стало темнеть, тогда-то всё и началось. Мы сидели на втором этаже, играли в карты. Как вдруг раздался громкий звук с балкона. Будто что-то разбили. Мы подлетели к окну, но ничего подозрительного не увидели. Кроме, конечно, того, что на балкон залетела ворона. За ней ещё одна. А за ней ещё и ещё. Их там собралось, наверное, штук тридцать. Не меньше. Мы с подругой испугались и не решились выходить. Договорились о том, что просто не будем обращать на это никакого внимания. Но не тут-то было. От всех этих ворон стоял такой гул, что просто невозможно было их не замечать. Так продолжалось в течение пятнадцати минут примерно. Всё стихло. Мы выглянули в окно. На балконе не было больше птиц. Мы вышли и с громкими криками выскочили обратно в комнату, пытаясь как можно быстрее закрыть дверь. Там на балконе за дверью стояла какая-то бабка. Нам не приходила в голову мысль о том, как она там оказалась. Бабка была вся чёрная. С неё стекала какая-то слизь. Глаза были белые, посажены глубоко в глазницах. А в руке она держала мёртвую ворону, всю окровавленную. Мы не были уверены, что у неё вообще были ноги, потому что она повисла в воздухе. Мы бегом спустились на первый этаж. Забились в кладовку. Куда-нибудь, где нет окон, и дверь закрывается на засов. Подруга билась в истерике. Рыдала. А я была в таком шоке, что просто не могла ничего делать. Не знаю, сколько мы там просидели. Телефоны, как назло, остались на втором этаже. Родители приедут ещё не скоро. Я не помню, как мы вышли из этой кладовки. Но как мы поднимались на второй этаж, я помню очень хорошо. Мы осторожно поднялись по лестнице. Чуть ли не ползком добрались до тумбы, где лежали телефоны. Мне приспичило посмотреть в окно. К большому удивлению, бабки там больше не было. А вот слизь, которая с неё стекала, и пятна крови от птицы остались. Мы с подругой переглянулись и решили, что родители будем ждать на первом этаже. Спустились, а там эта бабка стоит и на нас смотрит. Весь пол чёрный. Она начала издавать странный звук, похожий на писк. Потом это перешло уже на громкий крик. Моя подруга стала читать отче наш. Бабка исчезла. Когда родители приехали обратно, мама рассказала, что когда она была маленькой, её соседкой была старая бабка. Она всё время ходила в лес, и как-то раз её нашли мёртвой возле болота. Она была вся в тени, слизи, а её труп обклевали вороны. А то, что она появилась, никого почти не удивило, потому что она после смерти ходила по домам. Все думают, что она кого-то ищет. Теперь на дачу мы не ездим. КОНЕЦ